Всем большой привет! Меня зовут Наташа Гром. Я очень рада видеть всех вас на своем канале. Сегодня вот у нас такая необычная обстановка. Я снимаю рядом с клеткой со своим любимым попугаем. И хочу с вами поделиться своими новостями и снять что-то по типу такого разговорного видео. Меня очень многие спрашивают, почему я так редко снимаю. Но дело все в том, что я сейчас подрабатываю. Подрабатываю настолько как бы серьезно, что приезжаю домой в 11. Но у меня не каждый день работа. Поэтому я могу как бы позволить совершенно спокойно себе снимать и всем этим заниматься. На самом деле очень сложно записывать такие видео после большого перерыва. Ну, как большого, я считаю, что сравнительно большого. Все-таки я неделю не выкладывала видео и хочу выкладывать как можно чаще. И у меня уже готов один ролик, который я хочу вам показать. Это называется «Один день со мной». Вот, он выйдет после этого видео сразу. Он уже практически смонтирован. Вот. И он реально очень прикольный. Чем я занимаюсь на работе? Это тоже работа с видео. Моя любимая. Я никуда от этого не отхожу. Просто я сейчас работаю с лицензионным видео, которое официально. Мне нравится очень больше всего снимать. И это самое-самое любимое то, что у меня есть. Вот. А та работа это, скорее всего, деньги для жизни, для того, чтобы купить себе новый ноутбук или купить себе новый, например, штатив. Потому что этот очень маленький, мне приходится снимать на диване. Вот. И поэтому мне приходится как бы работать. И мне, в принципе, нравится коллектив. Я хотела, кстати говоря, поснимать на работе. Но проблема вся в том, что там везде расставлены камеры. Потому что организация очень известная и очень солидная. Но я не знаю, как они отреагируют к тому, если я буду снимать там ролики. Потому что у меня там были некоторые идеи, как это все можно сделать. Что я вам еще хотела рассказать. Как вы видите, у меня сейчас другая обстановка. Я переехала. Ну, такой не прям глобальный переезд, а мини-переезд. К сожалению, больше нету этих стен, на фоне которых я снимала, которые мне безумно нравились. Но здесь, по крайней мере, больше пространства для съемок. И я надеюсь, что потом можно будет делать разные планы здесь. И по-разному снимать. Потому что здесь есть, как расположиться. Здесь есть, где поставить свет. Здесь есть, как все, что отрегулировать, сделать. И, в принципе, можно довести до такого ютуберского, так скажем, варианта. Когда все такое няшное, мило. Ну, не знаю, посмотрим, как что здесь еще будет. В общем, я переехала. И поначалу я долго не знала, как я буду здесь ставить планы. Потому что здесь нужно еще много что поменять, много что сделать. Вот, однако, мне очень нравится. И здесь много простора. Вот, поэтому я как бы за обеими руками, за все вот это вот. Какие у меня еще новости? Я не знаю, как я буду отмечать Новый год. У меня даже нет никаких мыслей, нет никаких планов. Хотя, да, предложение, там, у друзей поступали куда-нибудь поехать, еще куда-нибудь. Там, ну, понятное дело, что до часу я буду отмечать. Конечно, Новый год я буду отмечать до часу, как обычно. Мы посидим за столом, с семьей, и это будет, ну, как по правилам уже, как есть у всех. Вот, но что будет дальше, какие планы на Новогоднюю ночь, я прям вообще не знаю. И не знаю, как оно сложится и как что будет. Это уже пятый Новый год, который происходит просто спонтанно. Что я еще вам хочу рассказать? Я хочу вам рассказать то, что, ребята, по поводу контакта я не успеваю всем отвечать. Вас настолько много, кто мне пишет, это так круто. Я пытаюсь уделить каждому человеку внимание, но иногда я просто не успеваю. Вы представляете? То есть я два дня работаю, там очень много работы, потом прихожу, занимаюсь роликами. Я обязательно что-то делаю. Если я не выпускаю ролик, это не означает то, что я не работаю над каналом. И то, что я тут отдыхаю, нет, это не так. Я обязательно вытаскиваю какие-то видео, занимаюсь, что-то вытягиваю по графике, что-то делаю, монтирую, но это само собой. Вот, и у меня абсолютно нет свободного времени, и мне очень хочется с вами больше общаться. Я очень рада то, что вы так много пишете. Это реально очень приятно, это реально очень круто. Но мне бы, конечно, в 2017 году, вот реально честно вам скажу, мне хотелось бы намного больше внимания уделять вам, больше приписываться с вами, увидеться на видфестах. Я, правда, не знаю, поеду ли я в Питер на видфест или нет. Мне реально бы хотелось бы сгонять туда на эти два дня, потому что когда я проходил видфест в Питере, в прошлый раз мне там не было, но надеюсь, что в этот раз буду. Хотя загадывать не хочу, потому что сами знаете, как бы, вот, лучше ничего не загадывать в жизни, вот честно. Пусть оно идет так, как идет. На самом деле, я давно не записывала такие разговорные видео, и прям я прям кайфую от того, что я вот так с вами сейчас общаюсь, и есть возможность высказаться и рассказать, как у меня дела вообще, и что будет дальше, и, ну, короче, какая движуха будет дальше. Это очень круто. И вообще, я уже, как и говорила, я очень люблю Новый год, я очень жду этого замечательного волшебного праздника, потому что Новый год, и как день рождения, это прям, ммм, кайф, кайф. И елку, да, ребята, я буду ставить себе елку, это даже не обсуждается. Какой Новый год без елки, потому что с самого детства я привыкла к такому, что у нас всегда стояла живая елка. Я понимаю то, что это, может быть, плохо, да, там, природа губится, но мне так приучили родители, какой Новый год без настоящей елки. У меня уже была сосна, у меня уже была пихта, у меня уже была ель, я не знаю, какая будет штука в этом году, может быть, снова пихта будет. Но дело в том, что очень-очень хочется этот аромат Нового года, и елку я буду, скорее всего, ставить 20 января, потому что, ну, потому что... Ой, января, 20 декабря, потому что елочный базар открывается 20 декабря. Иногда я опаздываю с этим, я покупаю 25 декабря. В прошлом году я купила 28, я приехала в Аби, там не было ни одной елки, вообще ни одной. То есть я приезжаю, там пустота такая, прям вообще пришлось ехать на елочный базар, покупать какую-то полукуревую сосну, потому что это было очень дорого, я взяла по скидке. Вот, но все равно, как бы, какой Новый год без настоящей елки. И я хочу снять отдельное видео на тему того, как я буду ее наряжать, как я буду всем этим заниматься, все это делать. Вот, и еще мне одна девочка написала в комментариях к одному из видео по поводу покажи свой гардероб. У меня есть идея показать 10 любимых вещей, которые я очень люблю. Вот, я сейчас готовлю активно, может быть, даже эта ковсочка тоже снимется, потому что, ну, блин, она прикольная, я считаю. Смотрите, какие-то губы, 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 вот. А, у меня абсолютно нету елочных игрушек, поэтому я буду закупать это отдельно. Вот так получилось, что в этом году у меня какая-то проблема с елочными игрушками получилась. И, блин, ну это так странно на самом деле. Короче, планов на самом деле очень много, и я очень-очень надеюсь, что в ближайшее время будет больше времени снимать и что-то рассказывать. Тем более, мне очень жаль, что я пропустила многие мероприятия из работы, потому что как раз-таки в дни выхода на работу в эти дни попадают какие-то прикольные мероприятия, куда меня зовут. И мне так обидно на самом деле, что там тусовки с блогерами, а мне приходится ехать куда-то, да, зарабатывать деньги. Ну, это, как бы, к компании никак не относится, как бы, к моему отношению меня, в принципе, все устраивает. Вот, но я как-то больше, сами понимаете, люблю вот это вот все. Также впереди еще новогодний холл, это я сниму тоже отдельно. По крайней мере, и у меня еще есть куски видео с моего дня рождения. Кстати, спасибо вам огромное за ваши поздравления. Их было столько много, мне кажется, со всю мою жизнь меня такое количество людей не поздравляла. Это так круто, вы не представляете себе. И даже очень многие мои, как бы, друзья забыли про то, что у меня день рождения, потому что, ну, они просто забыли. Вот, и от вас столько всего приятного было, столько было прикольных поздравлений. Ну, это реально, на самом деле, очень-очень круто. По поводу розыгрышей новогодних я ничего не знаю, потому что я боюсь то, что я не успею что-то разыграть. Такое интересное. Была одна идея совместных видео с другими блогерами, вы их знаете, они очень крутые, но я не знаю, как, успею я или нет, потому что сейчас уже, ну, я видео, наверное, 6 числа выложу, сейчас 5. Я не знаю, как успею я, не успею, вот, но много, на самом деле, идей, а уже 5 число, представляете, что уже меньше месяца осталось до нового года. Меньше месяца, блин, это так мало времени, поверьте, это так время быстро. Поэтому я вам всем желаю, чтобы вы максимально подготовились к этому самому крутому празднику, желаю, чтобы вы все успели, хорошенько подготовились к 2017 году, потому что это реально важно. Это, ну, начало новой страницы в вашей жизни, я не знаю, как вы к этому относитесь, просто я очень сильно люблю Новый год. Вот, честно, прям очень сильно люблю Новый год. И, блин, это такой кайф на самом деле, вот эта елка, мандарины и прочее, я понимаю, что это зашквар, банальность, там, называйте как хотите, но это реально очень круто. Также я вам хотела показать и рассказать в одном видео, как я сходила на свой любимый теннис, как Кубок Кремля был у нас, ну, был недавно, так скажем, недавно, да. Вот, и я хочу показать, как там было прикольно. То есть теннис для меня тоже занимает очень такую большую часть жизни. А что бы вам еще хотелось рассказать, даже не знаю, на самом деле есть чем многим поделиться. Ребята, поверьте, у меня сейчас вообще нету свободного времени. Ну, хватит трахтеть, а. Вот, и я просто выкраиваю какие-то минуты из жизни, моменты, эпизоды, чтобы заснять. Для вас указать. И сейчас именно как раз такой момент, когда я могу сесть нормально перед камерой и рассказать вообще, как у меня идут дела. В остальном все хорошо, я даже успела сгонять по врачам немного. Ой, давайте всякие анализы, и все, слава богу, все в норме. Это вот самое страшное было это ожидание, это просто, это жесть. На самом деле терпеть этого всего не могу, и как все вот эти процедуры всякие. Но, как бы, надо было, пришлось сделать сами. И хочу отдельный ролик снять про своих домашних животных. Вот у меня такая попугаха, да? А смотрите, какая она злая. Недовольная птица. И убежала сразу. Ну и еще и вот котик. Обо всех зверятах сниму вам отдельное видео, расскажу, что как они появились, как они тут живут. Вот. Чем кормлю, но мало ли, может быть, кому-то это интересно, я не знаю. Да, Кузьма? Я надеюсь, это видео вам понравилось, и в скором времени ждите еще один видеоролик, который появится уже совсем скоро, потому что, как я сказала, он отмонтированный, он сделанный. Вот. И давайте готовиться к Новому году вместе, ведь это на самом деле так круто. Самый крутой праздник. Ну, об этом я уже вам говорила, да. Поэтому спасибо, что посмотрели. Всегда ваш огромный таш. Люблю, обнимаю. Всем пока. Пока. Продолжение следует...